привет всем дорогие друзья меня зовут алексей мы продолжаем прохождение игры рим 2 total war за фракцию спарта и начало нашего хода будет означать конец его заканчиваем ход и ждем что же предпримет наш противник ну и сразу наверное на паузу нажму чтобы не ждать не терпеливы всего этого тем более очень сильно она начала лагать на данной стадии игры поэтому прожимаем паузу и ждем хода противника уже непосредственно битвах ну и первый выход ревак сразу же на город город я точно не понимаю какой не видно но здесь только гарнизонная армия плюс гарнизонный флот у него немного побитые войска но в основном одни мечники знатные воины и мирские мечники город со стенами поэтому я думаю не сложно будет его отстоять так что выходим на поле сражения это видимо кат хадаш город да это он и есть потому что больше там вроде как не видел городов с крепостью где бы у меня не были защищены они так что на карт хадаш нападают ариваки тут они сейчас получат люлей по-быстрому и мы продолжим свое шествие к мировой славе и так начинаем развертывание войск так для начала определимся откуда они пойдут они на вот эти ворота на западные ворота с двумя башнями лучников в дождь с большими стенами лестницами господи какими стенами с высокими лестницами для больших стен как раз таки вот мой флот флот с моими илотами коприметателями высадится вот здесь вот я думаю здесь три корабля может высадиться да я думаю что сможет и сразу же побежим на стены теперь наши сухопутные войска займут оборону насколько я понимаю прачником особо дождь плевать но я не смогу использовать огненные стрелы но хорошо пусть оно так и будет давайте немножко нет не так вот этого парня соответственно он не сможет сжигать по идее мои ворота так эти прачники достреливать будут мне нужно будет сюда наверное еще внутрь пикинеров надо поставить фалангу одних гоплиты зайдут здесь на стенку нам надо сдерживать сдерживать вот эти вот эти вот эти вот эти передвижные лестницы да ну а эти ребятки просто так постоят здесь генерал особо тоже походить не будет вроде со всеми разобрался нет у меня еще один отряд 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 спартанских юнош начинаем битву недолго думаем корабли давайте-ка мы высаживаемся нас высаживаемся сейчас мы быстренько увеличим скорость я думаю пока ненадолго так двигается двигается и не подходят свежей силой пофиг пусть подходит подходит они оттуда же да поэтому особо никакой неприязни я испытывать не буду так высадились мы ребятки до высадились все можно их спокойненько на стену отправлять давайте пока вот сюда их отправим скажем вот сюда так пока он что-то медлит но тянет 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 эти лесенки сейчас в радиус поражения подойдет на такой скорости мы играть потому что нам явно не будет справляться мы компьютер с данным уберем это вообще карту оставим все это юнитов тоже иначе будет совсем беда печаль ну что начали первые залпы прощей до стреляют они через лестницу но жертвы уже есть нет пока нету это он начинал немножко избит был избита армия была хотя бы первый умер до 1 2 но все башни начали стрелять все прачники стреляют все хорошо здесь у меня два отряда гоплитов стоит это идут копейщики даже не мечники поэтому особо кто сквари скутаре особо проблем не состоит сдерживать здесь оборона моими гоплитами переками расстреливаем потихонечку вот это тут явно на сейчас будет тупить некуда и будет поставить пойдет наверно отсюда хотя он сам не знает куда ему двигать вход прикольно конечно с колоннами такие дорожки эпично смотрится на на максимальной графике конечно было бы здорово видеть как дождь стекает по стенам замка но этого я убедить не могу вижу только мокрые стены в приближении давайте лишь лезьте 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 потихонечку получают они люлей и сразу честно нарвутся на моих гоплитов хлоп и тут же начинается война с моими отрядами я думаю они с должны справляться с копейщиками скутаре хотя черт его знает если что сейчас вот эти ребята что же помогут здесь уже боятся надо их немножко приземлить а тут мои прачники еще чего-то хотят давайте вот здесь вот станете нефиг воевать двадцатку потерял так все там убегают поэтому можно спокойненько вот этих ребят тоже отправить в атаку надеюсь они не пойдут спускаться да уже смысла нету все на стенах бою и тут же еще одна лестница и опять прачники попадают под залпы так вы друзья давайте наверно вот сюда переберетесь проще проще немного сдвинуться сдвинуться вот сюда вот не надо воевать я спокойнее как то вы широко стали давайте-ка вот здесь вот так вот станем сюда все нормально убежали 60 60 но потихонечку да они умирают там плюс башни еще немножко поливает их чуть по чуть огненными стрелами в дождь они такие что они огненные на самом деле как-то мы проще работают отработали вообще 18 30 16 до не особо так но вы вышли первый первый отряд знатных воинов видимо пошел сжечь ворота замка так все боятся это хорошо бафов никаких мы и дебафов мы дать не можем так что спокойненько спокойненько и мы их тут тесном можно было бы фалангу например становиться в крепость интересного просто ради любопытства джоулин мэн так ну все мои прачники начинают обстрел знатных воинов вы еще не умерли сколько ж можно так 3 давайте убивайте человек наверно где-то 10 15 уже точно загубили сейчас и того больше умрет на пошел он кидать ну да с таким конечно уроном в один процент под дождем он мне ворота никона не сожжет но с другой стороны может быть что-то и получится ну что он добивайте этих уже да все один убежал и вот второй сейчас убежит наконец-таки мы этих ребят спустим сейчас да им тут уже делать нечего давайте вот сюда вот спустим просто когда ворота откроются не хочу не хочу чтобы мое масло не лилось все в одну точку нормально так вы друзья давайте наверно вот тут встанете да ёмое что ж вы не хотите так ну и для вас место еще осталось можно пострелять отлично прачники тоже начинают нас обстреливать но это пальба ни к чему не приведет мои конечно же выигрывает у нас стены для этого существует ну да всего лишь на 16 процентов урона огнем абсолютно никак не дамажит так заходят два отряд ну и давайте мы еще третий поднимем нас куда-нибудь сюда сюда никуда поднять нельзя ну вам плевать пусть им тогда здесь стоит ради прикола так сказать так ну все первые знакные войны ушли отсюда давайте уже чешите домой да свалили чуть-чуть добьют по парочку камнями огнем 8 8 7 ну добивайте добивайте как горит спина у него конечно желчи какой вот и ты тоже умри 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 же 5 5 стрел в спине торчит а он живой а этот с одной умирает о неужели добили ну и последнего да все целый отряд был уничтожен опа на вот это нежданчик сейчас пришел сюда ребятки вот мне нам все так на я с 시다 что подлагивание успокоилась как-то блин не нравится как вы становитесь когда два отряда сразу управляется на стенах и не друзья прачники вот так все вроде никто теперь никого не лезет вы друганы пока тут так подошла еще остатки армии там еще скорпион насколько я знаю остался ну да так оно и есть пусть он там и сидит сейчас эти знатные войны умрут не решились они лезть на стену это их проблемы на самом деле не мои вот 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 это меня радует что прачники могут отсюда стрелять сюда это хорошо хражеский военачальник убить прекрасная новость для нас давайте вы вот здесь вот подойдете станете мало ли еще тоже постреливать начнете 20 человек тут еще прачники тоже умирают пока перестрелка двигается не понимаю почему он не идет все оставшиеся армии либо в ворота либо на лестнице видимо вот этот фактор лестниц мешает ему что-то там придумать не было бы их он бы что давно реально на все в ворота а так он пытается что там сделать вот наконец-таки тронуться но все по моему сейчас начнутся жесткие фризы и бой будет опять длиться около часа по моим меркам а на самом деле будет очень давайте мы здесь нажимаем на паузу и как только завершится это данное мероприятие я продолжу ну и да мы все таки победили ревак но она как бы по-другому и быть не могло убита вся его армия за исключением трех юнитов это генерал и тут которые видимо не воевали там лошади то они там полу коцаны остались потеряла 216 человек 223 пардон потерял причем 13 человек убито было непонятно каким огнем вырубил я все сторонние программы такие как скайп и гугл и в общем всю ересь жрущую мою память и вроде как не странно но игра вроде стала работать быстрее и фризы вроде ушли поэтому если что следующий бой я покажу вам уже от начала до конца но это если не будет фриза убиваем всех пленных давай отсюда лесом топой да 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 вот именно лесом и топой ну а мы ждем хода следующего противника у нас там еще со степной ордой будет война однозначно на этом ходу так как мы осаждаем замок их последний оплут обороны так сказать ну и что-нибудь другие тоже предпримут такие как карнут и например на массале вот нападают но тут извините дорогие друзья но я буду драться до последней крови здесь у меня орлы зевса катапульты и общем ну им не светит здесь абсолютно ничего три армии нападают карнутских на меня это почти на 8000 юнитов против двух двух тысяч да это немножко покоцанный отряд орлов зевса и гарнизонная армия которая состоит там из трех юнитов плюс глошита и тритона даже будут здесь обороняться армия которая осталась там ну в общем 2 юнитами осталось после последней битвы замок у нас здесь также со стенами до 10 она это столица провинции непосредственно действительно называется провинция и мы идем в оборону этого самого замка массале 125 год до нашей эры орлы зевса будут обороняться против немереного количества присягнувших посмотрите сколько раз два три 4 5 6 7 это только у хранителей холмов у людей морвана там тоже в районе такого же количества присягнувших ну а в охотнике за головой это вроде попроще арк так что бой думаю будет эпичный восемь тысяч солдат против двух тысяч это будет интересно ну что ж попробуем обороняться до последнего нас там еще отряд скорпиона даже есть каких-то а подождите она все правильно да замок 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 ухты в туман они нападают смотря понятно никто нападать не будет следовательно вот эти оборонные рубежи мне держать не надо будет это точно у нас вся битва будет вот здесь разбираться благо мои прощники будем надеяться что смогут стрелять за стены так как здесь такая холм через холм интересно смогут они стрелять через холм давайте пока их поставим почему не нужно уголку план давайте отсюда начнем это вот так вот то есть не видно да так какой захват а у вас то есть до воров почти не достает на план плевать вы это точно достанете вы точно вы станете а вам тогда нужно будет вот здесь да это что касается проще у них также ездить стены вот это уже будет интереснее катапульты далеко ходить не будут мне кажется вот здесь вот идеальный будет мало места ну тогда вот отсюда баллистическая моя армия баллист радиус поражения как маловато на подходе сбивать нет 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 не удобно давайте вот день его ты могут сюда еще ринуться давайте тогда вот так тогда мы как стреляем вот так вот мне больше нравится да совершенно верно сразу же огненный зал так наш скорпион я думаю что ему будет удобнее всего вот здесь вот находиться как бы так он же тоже там стреляет как бы навесиками да или он по прямой линии нет по прямой через стену фиг стрельнет на стену на плевать любом случае пусть стреляет теперь основная конечно армия защиты скорее всего будет это вот здесь находиться значит отряд один ребята фалангу раз да что за убогая местность ну как ты не можешь вот построиться нормально скажем в голову неужели на давайте здесь фаланга здесь фаланга это два отряда и еще одна фаланга сколько у меня там у него также баллисты есть болель это опасно так раз два три ну четыре четыре понятно значит мне нужно еще вот здесь где-то оборону сдерживает нет однозначно ворота тоже надо перекрывать значит баллисты должны стоять ближе достреливают до баллист на чуть почуть ну конечно не так и хотелось бы одна баллиста давайте тут радиуса хватает вполне да скопиан 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 давайте блин я даже не знаю вот здесь можете стать в принципе может нам только на стрелять не сможет да нефигант не сможет стрелять толку от него никакого здесь не будет давайте также оставим просто как ненужный юнит так прачники поставить гоплиты 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 просто держат туда оборону так вот обидно только если будут катапульты по ним троим садить это будет вообще жесть и катастрофа вы ребятки тут станете но генерал как бы таким спрятаться чтобы вообще особо беды не случилось ладно тут я думаю за домиками такими вот викингскими нормально это будет еще два отряда 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 3 отряда кавалерия кавалерия давайте найти что кавалерия есть расщелина это мы сделаем для того чтобы уничтожить его баллисты контрол 1 выберем это у нас торинтийцы только нам торинтийская конница и наемная кантаберийская конница все они стрелковые юниты он снарядами ближний бой 17 14 защита здесь поболее натиск есть такая такой показатель как натиск абсолютно никакого натиска начинаем а пусть придут так хорошо сюда бежим в расщелина думаю нас здесь не у меня прибыло подкрепление очень хорошо подкрепление подкрепление надо вы сплух там тоже подкрепление подкрепление давайте высаживаем тут абсолютно никого не видят баллисты начинают по нам рубить по нашим фалангам это конечно не очень хорошо но ничего страшного интересно стреляют наши баллист конечно вопрос ладно просто по умолчанию так здесь не видны отлично давайте тогда по-прежнему через ущелье проходим сюда в лесок на тот случай если не ринуться дальше до фалангу конечно очень сильно бьют чуть-чуть вперед ребят не мог нормально нормально так баллиста застреливать у нас здесь типа склончика то есть снаряд летит по наклонной и ударяется в дома это хорошо либо в стену а вот в стену это уже хуже если он нам пропишет стену это будет вообще беда печать крестьяне новобранцы двигают этой хренью мы бьем баллистами по баллисте видимо да это не очень хорошо на самом деле ну а думаю точно разломали даже 2 до 2 2 баллиста и урагана уничтожили своими баллистами что если он сделать снаряды обычные я думаю таким образом можно разломать их на лист пошел быстро врага попал в стену благо он тоже стреляет взрывными они обычными каменными да вот так вот баллистом я думаю нам проще будет уничтожить минус еще одна хорошо уничтожаем баллисты врага так на статье здесь видят у нас здесь видят нам нужно спрятаться вот эти 10 плюс очки ой 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 там же позади нас еще враги тогда прячемся в лес на всякий случай так все здесь сломали боли здесь сломали теперь ребятки от одной принципе ничего страшного не будет пусть она дальше продолжает стрелять начинаем нет-нет-нет стрелять в готовности отставить ждем ну и как раз таки доломали последнюю баллист отлично ну крестьяне новобранцы сейчас быстренько отъедут даже эту лестницу точно не довезут как насчет других я не знаю давайте мы пулемем по ним разок это куда это попал выстрел да все нормально точку выбрали обстрела надеюсь вы не двигаетесь да стреляете а взрывной 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 хорош бить непонятными снарядами разбивайте вот он залк отлично а вот это не очень мне надо бить направить по вот этому отряду да вот так а то как-то слабовато так вы не должны довести одну точно эти баллисты мне не нравится как они стреляют радиус поражения не хватает стрельба по готовности а наплевать отставить стрельбу по готовности просто пока подзависнет это все дело так лестницу довел нет убежали отлично празднички молодцы конечно я запретил им стрелять почему по-прежнему стрелять она может быть у них на у них цели вы выделено тогда ребятки стоп стоп стрельба так вот эти празднички здесь абсолютно не нужны вот сюда бегут они и причем наверно бегут вот одну лестницу все таки давил но тут же сейчас убежит я больше чем уверен значит генерал нам нужна твоя помощь здесь пусть стоят тут вы ребята да блин и в этой празднички отбегаем отсюда в фалангу становись отлично празднички 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 вот так вот становятся да все нормально так я совсем проворонил вот этот момент ну ё-моё блин ски ёжик бегом сюда дженерал тоже здесь же станет баллиста откатываемся назад стрелять по готовности делаем так вы друзья давайте на помощь наверно такая помощь конечно успеем в любом случае они успеют занять оборонительный рубеж спартан пайкс вот так вот становимся да фаланги да совершенно верно так вот теперь они идут на ворота теперь мне вот эти празднички наверно не нужны здесь мне нужно и быстренько отправить вот сюда присягнувши и сразу же высекаем присягнувших валяются но они встанут же по идее да да там куча народу сейчас встанет как из мертвых просто в смысле но вы поняли так на ворота горят фаланга стоит генерал стоит если что тут бафы кричать будет все нормально огонь батарея уничтожены это кто такие вы почему бежите сюда как-то непонятно давай сюда эй тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо бегом сюда вот так проще работают ну а тут понятное дело сейчас погнали вперед они башни с маслом да с маслом это хорошо это хорошо плюс точка захвата башни находится дальше первой фаланги следовательно они захватить не смогут башня она будет их принимать маслом но они все вот в этой ну вот в этом участке на подъемчике пройдут нормально ну там спалит их конечно не мере у нас там просто кучу народу поляжет тут одни копейщики на христиане но это да это быстро будет бой здесь они долго не продерживаться вот они сейчас аренятся все сюда там просто маслом их сожжет пошли бафы ну и тут же они на копья натыкаются ничего не могут предпринять этот отряд на бомбит очень много народу 15 уже но все там короче понеслась мазута меня палит по-прежнему да совершенно верно и ворота а не тут мы сделали ход конем что там с воротами 7 из 2 урона до нормальность спартан пайкс давайте наверно строй свой построим нормально так и нам нужна помощь наверно еще один копейщиков пусть они тоже здесь же станут а вы просто станете здесь как лишний как лишний груз так и скилой начальник купить но это хорошо ну да 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 что и говорил чуть-чуть они пытаются конечно сбить ворота но масло по-прежнему льет да совершенно верно а фаланга построились сдержанных чуть-чуть ниже просто куча народа сейчас станет в одну точку а мы сейчас дадим бафик боевой клич по ребятам которые уже отъехали домой там мораль сейчас упадет очень сильно все хорошо слава богу никто никуда не лезет до ворота сгорели но он потерял кучу присягнувших сжигая ворота сейчас еще только катапульта чуть постреляют по ним скорпионы даже каким-то образом умудряются стрелять каким только непостижимым я не знаю просто туда поставим мало ли он с башни еще сможет пострелять замечательно торинтийская конница пойдем собирать трофеи баллиста да давайте так на ножи вперед не знаю ну по идее должны добежать можно попробовать вот так вот чтоб не видно было ворота уничтожены это я уже понял раз два крестьянина убранца еще одна болезнь это у нас крестьянина убранца ну да тут конечно все отъехали неудивительно ой 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 как далеко фланга а ну так это может быть и она и к лучшему что она так далеко пошла 520 человек на счету и они спустились еще ниже к воротам туда ближе отталкивая их масло видимо кончилось да нет льется льется и еще сжигает замечательно вот такая вот фаланга то же самое по идее должно произойти с этой фалангой ворот уничтожены и вот она начинается беготня ну тут прачники еще молодцы сейчас будут настреливать коницы кони наемные гальские легкие ссадники они еще стрелять умеют ага вот она да скорпиона стреляет замечательно нет я не угадал пусть стреляют теперь пусть стреляют так ну все здесь ворота мы оборонились оборонились отбили ворота остался отряд пристегнувших которые там потихонечку тоже умирает так по моему вроде никто уже не стреляет а вот это вот уже плохо сейчас баллиста начнет стрелять по готовности убрать режим пристрелки убрать заряжать свои первые слава богу разворачивается пока он передвигается нужно воспользоваться этим моментом и уничтожить их черт ну что залп придется выдержать это я уже понял натягиваем тетиво кто-то первый выстрелит наверное да нет не первый почему так медленно кантабриян кавалери нормально они еще стрельнули на хаду но пока по моему сейчас а нет это да кантабрийская кавалерия никого убить не могут давайте мы чуть-чуть назад сейчас отойдем наши остались без снаряжения да плевать сейчас отойдем и в спину еще зайдем да они бросили катапульту это хорошо 27 молодцы катапульту уничтожили там вторая бьет катапульту можно начинать уже на нее бежать да эти сломлены получают левелы все минус одна сейчас будет минус вторая ну я не беспокоюсь за замок абсолютно не наблюдая за этим движением тут у меня фаланга абсолютно справляется со всем со всей движухой пепси точно так же как наверное и здесь фаланга справляется да она так и есть там две тем более фаланги пикинеров абсолютно я не беспокоюсь за них за вот этих немножко начинаются в качестве что они как-то тут гуляют бегают и не стоят нормально получают вилей может быть стоит чуть-чуть давайте отойдем как-то вы слабовато все складывается в нашу пользу так колеблется сейчас последнюю надо еще катапульту убить добивайте его уже все отлично уничтожить вот этих ребят давайте просто тогда вот так вот встанем и расстреляем их с копий причем вы станете вот здесь а вы станете вот здесь да вот таким вот образом надо будет сейчас с копиями пострелять ну баллисты тут на отходящих добивают отступающих так вот она фаланга теперь тоже так же начало передвигаться вперед давить теснить непонятно зачем они это делают они так больше урона получат ну стоите вы нормально стоите у вас режим обороны атака в строю старайтесь сохранять был порядок ну зачем вы куда-то двигаетесь ну ладно это нам не так не как нас и видимо так фаланга 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 уже не такая крутая давайте сейчас бахнем еще вот этих ребят а вам дайте второе дыхание вражеский военачальник убит все начинает паниковать вот это засада тут еще кельтские застрельщики есть еще одна баллиста ну друзья просто в лесу прячемся ждем пока они уйдут все откуда народ еще пошел ну это понятно а вот тем не ясно все слава богу вы теперь можете нормально уйти стать строй в тот в котором стояли боевой порядок сохраняя тоже не сохраняющий порядок остались без снаряжения 60 человек кто там стоит она баллист ставить все понятны тут тоже все молодцы всех уничтожили все двести двести шестьсот девяносто превосходно по моему превосходно еще движуха непонятная началась арчерс у меня лучники вон и вон как двином сюда арчерс так начинают бояться паниковать выдвинуть отряд кто такие спартанские юноши значит это гарнизонной армии давайте вперед напугаемых они убегут эти ребята пока еще целые две катапульты еще уничтожить наш москвик прачники кельтские 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 юноши кельтские застрельщики в общем стрелковые юниты еще тоже все приходит и приходит видимо 8000 солдат не могло размещаться сразу даже не дойдут умрут наверно не ну дойдут конечно зайдут под маслом тут же отъедут если кто где живет то первый строй фаланги так достаточно до троих чтобы сдерживать совершенно четыре строя мы нормально можем спокойно наши остались без снаряжения пошли бафа тут же видите да как умирают они под маслом только что было потеряно полоотряда вторая половина на чарджи умерла на копьях умрите сволочь все до свидания по ком-то стреляют по убегающим наша засада обнаружена увидели да какой баг типа они катапульта огибает такой дугой диро драться начинают непонятный бред конечно типа здесь были разбиты катапульты и они сейчас начинают такую войну отрежем голову нафиг генерал спартанских юнош сагнется в 3 погибели и пытается нанести удар да нанес вот она просто зарезал атакой чувствую как будто он голову мы обнаружили засаду врага вот она вся армия и наша кавалерия была это третья армия видимо до которая наступала должна пока она молчит на ринулись они наконец-таки вперед но я потерял всю свою кавалерию торентийскую и контаберийскую да и зашел пробегаю я не вставил я не хочу я не хочу я хочу облаживаться и копьем вот так так все справились давайте тогда домой пришли так ну что это кавалерия видимо дорожку просто бежит да совершенно верно легкие всадники вперед-перед-перед-перед на фалангу давайте мы одну фалангу отзовем нам нужно немножко по сдержанной обороны там все-таки целая армия идет на нас бегом без фаланги ну и прачники прачники парочку осталось с залпами этого достаточно будет катапульта катапульта из этого дерева постреляет скорпионы понятное дело ничего не смогут сделать конечно это рискованно за спину своим ставить скорпион чтобы стрелять не отставить больше своих убьет не уничтожит нежели врагов так ну что вы стоите и уже сразу же получаете люлей от башни молодцы конечно замечательно я думал ренитесь в атаку так в общем начались телодвижения передвижения я думаю самое время нажать на паузу и подождать когда нужно либо атакуют либо будут стоять возвращаемся в игру все в тот же бой дошла армия противника до нас тут в основном это все эти застрельщики но всякого таковка как сильно наши лучники то просила смотреть сколько копий просто залетает не все да отряд лучников был потерян моментально но здесь только лучники и только прачники я вынужден идти в атаку то где вы стоите вынужден идти в атаку потому что иначе они сейчас застреляют фалангу они не пойдут вот так они сейчас станут да и начнут копьями застреливать этого мне не надо я пойду в атаку просто пойду в атаку наш генерал тоже пойдет в атаку и вот этот генерал пойдет мне нужно уничтожить их как можно быстрее это всего лишь стрелковые юниты если я буду стоять я буду получать люлей моя фаланга начнет умирать и так далее и тому подобное поэтому быстренько быстренько мы под вторым дыханием под устрашением под боевым кличем их сомнем просто сомнем их один отряд остался там все мясорубка тут началась но это понятно мы сейчас быстренько всех уничтожим давайте вы ребятки сюда вы сюда вы нападаете дальше сюда нажмете прижимаете и так далее таким вот образом их всех уничтожим так усталость ой прошу прощения так нажал я на паузу чтобы не потерять ничего из этого боя из виду позвонили мне мои дружбаны и зовут меня в датанчик играть но я пока откажусь от этого дела дабы уничтожить это в воровскую шваль все все они разбегаются бы бояться паникуют и победа за нами один отряд остался ну твою мать не убегай неужели до тебя придется пешком чапать морали никакой у них они еще начинают тут все молодцы чем в лесу еще зажмем почему-то медленно бежите от спит их тут куча народу целый отряд был не догнали целый отряд как так пешком идут а мои по идее бегут хотя они через лес наверно потом поэтому и пешком типа сейчас да вот и как только из лесу вышли сразу перешли на бег да совершенно верно тут понятно в общем ничего больше интересного не произойдет я добегу до туда как только я подбегу к ним очень близко соответственно сразу же они в панику войдут в панику и избегут от меня так что через мгновение вы увидите результаты битвы ну и вот она смерть от руки спартанцев одного отряда хранителей холмов второй был вынужден отступить ну да целые отряды застрельщиков но основном пехота вся умерла ну и также третий отряд охотники за головами также наемники были какие-то тоже сбежали быстро мои же потери составили две три отряда кавалерии про которые на которых напали в лесу один отряд гарнизонных прачников там неудачные они вышли передвигаясь к воротам за замок и их убила там как раз таки кавалерия какая кавалерия их убила непонятно вроде там народу много было их перебила очень быстро в общем не ясно ну и патрот потерял и отряд лучников это пентеру с башнями и вот и лучниками тогда когда на нас нападали они под замков вы это видели соотношением потерь и оставшихся живых 537 я потерял 6357 я убил осталось 1600 у меня 1400 общем мы уничтожили просто за полчаса маленький городок скажем так с населением в 6300 человек 704 пленных мы взяли я думаю мы их всех убьем убиваем ты чё не воевал что ли с нами здесь хочешь еще раз попробовать напасть видимо нет уже не хочет так дахи нейтралы к нам но в войне с портовой это нам на руку в принципе ну а дальше все путем осталось есть только если не ошибаюсь степная орда которая должна оборонять замок ну точнее выйти на осаду отбить осаду замка хотя есть еще вроде как турдитаны рядом находящиеся дитана вроде под моим контролем пока еще не восстали против нас с майном по прежнему мы не можем заключить союз очень жалко на это от этого мне хотя чего они уже там теряются мы заключили бы да и ладно все силы тоже наш союзники не день сейчас будет ходить таракон доните на батея также наши союзники вот кто с нами совет те живут хорошо могут развиваться все у них будет нормально так портал что предпримет да кстати на рагу они вроде как пашты пытаются сунуться пергам также союзники наши спарта спарты и перс еще что предпримут тоже интересно я думаю что ничего особенного они не смогут принять так как там вроде как все под замком нет я не угадал нападает он на рагу двумя армиями без гарнизона и без стен придется отдать рагу но принципе понятно персов нету замка что почему голодаете умираете непонятно ладно отдаем это замок но это понятно потеряли перс и забирают рагу себе под контроль руки я думаю тоже пока ничего не смогут нам принять но и наконец-таки сейчас тип наверно будет хранить тут и возле будоргиса ошибаются толку от этого мало взять будоргис это то же самое что только что сейчас был бой амул стал столицей дахов ну и да вот она степная арта орда выходит на поле брони гарнизон у нас много кавалерии это мне на руку но основном вся кавалерия стрелковая мне нужно как-то все это дело законтролить залепить ночью бой будет зверски сначала уничтожить кавалерию врага так как она по идее должна пойти вперед а потом уничтожить лучников вражеских все это на открытой местности это и понятно армия в гарнизоне как как подкрепление или сразу же воевать по идее наверно сразу и так мне нужно как-то что занять оборону значит мои друзья товарищи оружие длинным длинным строем без фаланги просто пойдут в атаку потому что смысла нету там держать и ждать на застреляют затыкают закоцают в три отряда здесь всадников три отряда здесь всадников будут сдерживать если что фланги торинтийцы пока позади у меня остается только генерал генерал которому будет вылеет написать я думаю сразу же как-то сдерживать так поэтому под control 1 причем формацию сохраним это под control 2 и control 3 мои граждане всадники начинаем битву давайте так я особо ждать тоже не буду мы пойдем в атаку пойдем в атаку причем вот так вот пойдем в атаку им подходят свежие силы нужно перебить врагам до подхода 2 армии прачники давайте мы под контроль возьмем сейчас наверное с арманских наемников дротиками просто чтобы они были а вы же друзья у вас нет но у нас только ром вперед 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 и вперед так все началось застрел хорош ждать пора идти чесать фланги атаковать нельзя нам ждать отлично так сколистнулись разбиваем строй разбиваем здесь тарань тарантийцы пока беда начальника напали сюда фигня а это всадники тарантийцы сарматов надо уничтожать потому что они мощненькие ребята помощь отряд копейщиков так вроде кавалерию перебили сейчас еще дротиков тоже добьем наши ряды дрогнули фигня война кто это такой то посмел я так и думаю что это вы все это чушь и вот этих ребят мне нужно вот контроль уничтожать а то моих бойцов сейчас быстренько вражеский военачальник убит это гуд просто расстрел быстренько строй переметнули и в атаку дальше там у нас еще степные копейщики вот это плохо это надо сейчас подождите кавалерию убирать и вы фалангу полинский ежик фалангу наверно уже не станете да не отстанете ничего страшного наши ряды дрогнули так дрогнули это все фигня теперь лучников уничтожаем быстрый залп оббегаем здесь позади а прачники давайте так вот становится все нормально так минус аннули мы чуть-чуть прачников чарджим их пока фаланги держат копейщиков огибаем наши ряды дрогнули держать строй ближе подходим отлично так бой на степных времен это все фигня сжимаем их позади все складывается в нашу пользу другого и не должно было быть сюда вот бавданием воодушевим сейчас кого нибудь мы из своих вот этих ребят точно в фалангу стали все победа ух вот такой вот бой вот такой вот бой в общем смысл какой бы стоять и ждать пока они подойдут на наши фаланги никто бы атаковать бы не стал бы они тупо расстреливали нас поэтому здесь только рашу можно было воспользоваться чем я и воспользовался в данном эпизоде я конечно же много потерял своих пехоты но они сыграли ключевую роль в плане атаки на первый ряд врага кавалерии и потом сдерживаю копейщиков пока наша кавалерия могла спокойненько уничтожить все его отряда учеников в принципе вы все сами видели может быть я что то не так сделал но сами все видите 625 потери на 3000 превосходящие силы противника были разгромлены потеряв отряд спартанских пикинеров перихов гоплитов и все два отряда было только уничтожено наша кавалерия здесь просто неимоверную роль сыграла в плане уничтожения дружеских стрелков благо генерал их тоже у них лучник был а не степняк дротик ну как сказать не мощная тяжелая кавалерия а всего лишь лучная это это нам дал отличный бонус для наших всадников потому что один отряд генеральской кавалерии орды мог уничтожить нам всю нашу армию кавалеристов ну все армия в гарнизоне повержена все лучники уничтожены куча просто ну в общем тут все понятно ага тут тоже свалили вроде как там бунтовщики ну и со свящего хода мы спокойненько Солоху заберем уже на авторасчете так как обороняться ему тупо некем только что он потерял всю свою оборону на Толосу нападает Вибийске блин Толосы это там рядом где-то с Римом да Вибийске Вибийске сволочи вы конечно ну тут без вариантов придется сдать придется сдать Толосы конечно печально таким образом мы потерли два города отбились отбили тоже два города плюс можно сказать захватили еще один так Вольки еще будут нападать да интересно братья Керриса утопленники так Карл Зинденбулштейд Ритона ага ну то есть это тот же самый замок только плюс здесь еще будут четыре отряда нападать с моря есть кельские скорпионы да ну простой бой понятное дело будет но мне придется его отыгрывать самому но по времени у нас так все же получилось очень глобально и массово поэтому продолжим уже в следующей серии друзья на этом с вами попрощаюсь всем удачи и до новых встреч до новых встреч до новых встреч